Новости Ухты на телеканале Юрган, студии Евгений Ершов. Здравствуйте. Мэр Ухты Магомед Османов провел личный прием на телеканале Юрган. За отведенные полчаса эфирного времени он ответил на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют жителей Жемчужины Севера. Один из самых главных, как решается вопрос с провозом опасного химического груза предприятия СИТЭК. Сейчас его везут через город, а не по объездной дороге или отдельной железнодорожной ветке. И вот что по этому поводу ответил Магомед Османов. Перед Новым годом у меня состоялась встреча с генеральным директором СИТЭКа. Приезжал он в Ухту. Встреча у нас была, как бы сказать, на очень напряженных тонах мы и разговаривали. Часть только именно по этому вопросу. Даже когда мы обращаемся к ним с просьбой, чтобы обозначили сроки, когда они завозят этот хлор, для того, чтобы мы могли принять какие-то превентивные меры, даже на это мы не получаем от них ответ. Но с его стороны было тоже заверение, что, допустим, на сегодняшний день хлор не заводится. Это будет где-то конец первого полугодия или начало второго полугодия. Но к этому времени у нас с ним еще должна состояться встреча, подписание какого-то соглашения о сотрудничестве. Где-то будет указано. Но по факту на сегодняшний день при строительстве этого объекта и в проекте везде было заложено, что должна быть объездная дорога и подъездные пути. И на этом мы будем настаивать и на этой позиции мы будем стоять. Еще один проблемный вопрос связан с выбросом вредных веществ в воздух. Горожане во всем винят местные НПЗ. Предприятие, в свою очередь, с обвинением категорически не согласно. Напомним, в середине сентября в Ухте с подозрением на отравление вредными веществами были госпитализированы 9 школьников. Всего за помощью обратились 17 учащихся. Тогда в городе распространился запах сероводорода. И почти сразу подозрение пало на нефтеперерабатывающий завод. Впрочем, пробы воздуха не выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Дальнейший мониторинг воздуха также не дал никаких результатов. В свете этого тоже тогда у нас решение КЧС здесь о том, чтобы усилиями и при помощи финансового НПЗ установить два стационарных прибора, которые будут снимать показания воздуха в части превышения ПДК. И на 2017 год, сегодня как раз было подписание соглашения, они подтвердили, что на 2017 год у них в бюджете эти средства заложены. То есть мы два прибора в городе будем иметь, которые будут работать в круглосуточном режиме. И это где-то по месту, где они будут стоять, мы будем уже определяться по опросу с гражданами. Помимо общих вопросов, мэр Ухты уделил внимание и частным. Так поднимался вопрос по школе в селе Кедвалом. Сейчас там очень холодно и дети сидят на уроках в зимней одежде. Проблема давняя, ее обещало решить еще прежнее руководство города. Впрочем, потолочные обогреватели в помещении так и не были установлены. Как отметил Магомед Османов, об этой проблеме он знает и обещание прежнего градоначальника намерен выполнить. Я понимаю, что это как бы уже поздно, надо было это делать раньше, но эта информация была знакома только буквально где-то в конце декабря месяца. Понятно, что в январе были холода и здание замерзло, и когда дети пошли первый день после праздника, пошли на занятия, понятно, было холодно. Вот тогда ко мне этот звонок и поступил. На контроль этот вопрос я взял, поэтому они будут закуплены и уже будут установлены к началу следующего черного года, это 100% они будут. Еще один частный вопрос по культурному сердцу поселка Сидью, местному клубу. Вокруг здания видны следы просадки фундамента, кровля течет, в подвале постоянно стоит вода. При этом в помещении клуба размещены также амбулатория, почта, библиотека, еще несколько помещений находятся в аренде у предпринимателей. Жители Сидью интересуются, значится ли этот объект на ремонт в планах у градоначальника. Как раз в конце декабря, перед Новым годом, у меня была встреча с общественностью поселка Сидью в клубе, я эти проблемы увидел. То же самое, когда я начал разбираться, там ситуация такова, что при строительстве самого Дома культуры были отклонения от проектной документации. И фундамент, почему там повело фундамент, потому что дренажные воды, которые идут, они сегодня не уходят с клуба, они как бы затекают в подвал, поэтому, естественно, грунты играют за это, но в течение этого года, даже не в течение этого года, когда только наступит благоприятная погода, мы эту проблему решим с дренажем, вывод воды из клуба, из подвала. Но в части окон и всего остального, конечно, это как бы цена вопроса там будет просчитываться реально, что в этом году все будет сделано, нет, но в течение какого-то определенного времени, может, это займет два года, может, это займет три года, этот вопрос будет тоже решен. Также горожан во время личного приема интересовало, когда в школьных учреждениях будет произведен ремонт окон. Как отметил мэр, сейчас управление капитального строительства как раз формирует смету по всем учреждениям социальной сферы. Это и школы, и детские сады, и спортобъекты. Понятно, что такой объем за один год городу не осилит, тем не менее вопрос будет решаться. В числе первоочередных будут те учреждения, где проблема стоит особо остро. Отловом собак, это еще одна животрепещущая тема для Ухты, городские власти также в этом году намерены заняться всерьез. На эти цели в бюджете предусмотрен почти миллион рублей. Спрашивали ухтинцы и о личном отношении Магомеда Османова к инициативам по сменам названий улиц. Речь о бойце ДНР Арсении Павлове, известном как Моторола. Здесь мэр высказался крайне осторожно, мотивируя, что это вопрос не сегодняшнего дня. А вот с переименованием улицы Довлатова на 70 лет Великой Победы у градоначальника есть своя личная позиция. Знаете, вопрос как бы неоднозначный, если лично мое мнение, допустим, я как бы не сторонник того, чтобы эта улица оставалась там, но все-таки мы запустили опрос населения. У нас есть обращение Совета ветеранов, у нас есть обращение Общественного совета города, у нас есть обращение Совета ветеранов конфликтов, локальных конфликтов. Тоже с просьбой переименовать, то есть отменить постановление на название этой улицы Довлатова. Поэтому вот запустили общественный опрос, посмотрим, какой будет результат. Отметим, что сейчас в городе проходит интернет-голосование по переименованию улицы Довлатова на портале Администрации муниципального образования. Продлится оно до 13 февраля. Отметим, пока сторонников и противников смены имени равное количество. Андрей Пахомов разбирался в сути противостояния. Для того, чтобы назвать вот эту улицу именем Героя России Александра Алексеева, фундаментальный вопрос решали на уровне Совета города, затем утверждали на сессии в Администрации муниципального образования и, наконец, в правительстве Республики Коми. Все было серьезно и последовательно. По букве закона, говорит инициатор увековечивания Героя Ухтинца депутат Городского совета Аристарх Анисимов. Это было в 2008-м. Тогда право присылать имя улицы имел право только глава республики. На тот момент, когда был Михель Игорь Николаевич, то тогда уже правила поменялись и тогда уже руководитель администрации имел право своим решением, своим постановлением дать имя той или иной улице. Блиц-опрос в интернете в 2014-м провели оперативно. И на его основании городоначальник Игорь Михель собственным постановлением явил городу улицу Сергея Довлатова. Приняя сторон начались практически сразу. Противники говорили почему-то об антисоветской сути знаменитого писателя и мимолетности его пребывания в Коме АССР. Дескать, дальше чиня ворока он ничего не видел. Сторонники, а это судя по утверждению тогдашнего мэра Игоря Михеля, студенты и преподаватели УГТУ и часть творческой интеллигенции Ухты, у Повалина исключительно ситуации. Это первая улица имени Довлатова в России. Стоят на своем стороннике классика и по сей день. Странно, могли бы уже ставить. Приятно. Это же тоже какая-то завлекалочка для других гаража. И для приезжих тоже такая улица. Скорее всего, некое столкновение интересов началось вот здесь, на этом самом месте, где заканчивается улица Александра Алексеева. Суть в том, что до 2014 года, то есть до появления улицы Довлатова, многие воспринимали эту живописную прямую вдоль леса на самой окраине логическим продолжением улицы Алексеева. Однако вот по этим схемам из городского отдела архитектуры, ни до, ни после она не была таковой. Всю фабулу ситуации сформулировал в конце нашего рейда депутат городского совета Ариста Арханисимов, который вроде бы изначально был настроен против фамилии залетного прозаика. Довлатов действительно великий писатель. Ну, великий писатель. А мы уже сегодня, ну, я думаю, я в данном случае считаю себя как гражданина, как ухтинца, мы сегодня уже не столько обсуждаем Довлатова, да, хотя уперлись, в общем-то, фамилию Довлатова, сколько обсуждаем, как так без нас, без нашего мнения назвали улицу. И это в первую очередь людей коробит. Андрей Пахомов, Олег Белькеев, Александр Миронов, Юрген Ухта. В Ухте подвели итоги конкурса «Народный врач и народная медсестра-2016». Отметим, что гордое звание присуждается медикам по результатам голосования пациентов. Больные выражали свое мнение в специальных анкетах при посещении поликлиники. Учитывались и личные достижения участников конкурса. Так, народным врачом была признана участковый терапевт Людмила Черных. Она награждается диплом полисом ДМС на стоматологические и медицинские услуги. Народной медсестрой второй год подряд стала Светлана Клинк. В Ухтинском краеведческом музее продолжается сбор экспонатов для выставки, посвященной столетию Октябрьской революции. Напомним, экспозицию представят в апреле, а пока музейщики собирают интересные экземпляры по тематике выставки, скульптуры, значки, марки, открытки и книги. Центральная тема, по словам организаторов, раскрытие образа Владимира Ильича Ленина, с которым неразрывно связана как история 20 века в целом, так и личная история каждого советского гражданина. Хотим обратиться к жителям нашего города с просьбой помочь в создании выставки. Если у вас есть значки, марки, открытки, может быть, бюсты с изображением Ленина, принести нам и сделать выставку более насыщенной и интересной. Это все, что мы успели вам рассказать к этому часу. Смотрите выпуски также и на сайте нашего телеканала юрган.рф. Всего доброго, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok